интересно хорошо ли он качает а может этот лучше а может этот или этот или все-таки вот этот чтобы динамик хорошо качал у него должно быть хорошее перемещение экскурсия как ее измерить с чем связан предел во-первых нелинейность подвеса во-вторых нелинейность мотора нелинейность подвеса я пока что забью потому что она влияет на искажение на басах но хотя бы не особо влияет на средние и высокие частоты а вот интермодуляция связанная с мотором тут вот принципиальный момент мотор в динамиках бывает примерно трех видов не считая какие-нибудь экзотические первое это когда высота обмотки равна высоте зазора в этом случае как только обмотка выходит начинает выходить из магнитного зазора чувствительность мотора начинает падать а это начинается даже при малых смещениях то есть x max у такой системы практически нулевой эта система очень хороша тем что у нее хорошая сила при маленьких размерах то есть она часто например используется в пищалках к сожалению к низкочастотным динамикам такая система не уместна потому что x max равняется нулю нам бесполезен вторая система это анде хан называется встречается довольно редко когда обмотка когда высота намотки меньше чем высота зазора в таком случае пока обмотка не начинает выходить из магнитного поля чувствительность остается более менее постоянной когда начинает выходить по мере того как она выходит чувствительность падает 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 когда она полностью ушла чувствительность упала в ноль расстояние между серединами падения это высота зазора расстояние от начала падения до конца падения это высота обмотки и x max вычисляется примерно по такой формуле ну там еще иногда вводят небольшие поправки потому что поле немножко вытекает из зазора но в целом для оценки это сойдет и второй вариант этот популярный когда высота обмотки намотки больше чем высота зазора в этом случае все примерно также пока зазор полностью заполнен обмоткой чувствительность мотора постоянно когда из зазора обмотка начинает выходить чувствительность падает когда обмотка полностью вышла чувствительность в нуле и формула примерно такая же только в этот раз мы наоборот вычитаем некоторые динамики разобрать легко другие динамики неразборная идея такая я беру два сигнала один низкой частоты другой высокой частоты сигнал низкой частоты раскачивает обмотку динамика вверх вниз сигнал высокой частоты пробует какая у мотора чувствительность когда мы увидим что по чувствительность у мотора начинает падать скажем процентов на 10 мы будем считать что амплитуда достигла x-max измеряем эту амплитуду получаем ответ давайте попробуем измерить тут есть несколько вариантов генераторов smpt 60 герц 7 килогерц 4 к 1 амплитуда соотносится din 250 герц 8 килогерц ccf 19 килогерц 20 нет это что-то не то это не к нам а ес 17 мд какой-то 41 герц и 7993 герц 4 к 1 и еще какой-то а ес на высоких частотах вроде нет ним не к нам это или можно вручную задать 9 процентов ну около 1 миллиметра размах туда-сюда то есть около пол миллиметра всего давайте попробуем другой кстати смотрите амплитуда колебания осталась та же а искажение другие сейчас 6 процентов вот 10 процентов ну блин амплитуда то в два раза больше а вот смотрите я что-то тут подвинул у меня теперь 20 процентов показывает а здесь а здесь показа вообще 6 4 процента искажение сейчас показывает блин как тут что-то вообще можно понять посмотрим чего тут вообще делает вот тут определяет эти тычки сейчас мы их увеличим да им похоже тяжело тут приходится . близко стоят друг дружке да и они как-то меняются зависимости от того куда я ставлю микрофон знаете что что-то все это через фурья преобразование все это очень сложно давайте мерить в лоб а итак система генератор синусоида низкой частоты модулирующая синусоида высокой частоты щупающие здесь они у меня с помощью вот этих двух резисторов смешиваются воедино и тут у нас по проводу по проводу по проводу сюда в усилитель из усилителя туда 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 и в динамик ну ладно буду использовать другой динамик неважно методику сейчас надо отработать меня лень менять далее микрофон по проводу по проводу по проводу идет вот эту коробочку в этой коробочке прячется на такой вот фильтрик в этом фильтрике дверцы цепочки настроены на частоту 700 герц приблизительно и питание микрофона отсюда щуп осциллографа осциллограф слышать что микрофон записывает какие же все таки частоты должны выбрать в качестве модулирующей частоты лучше выбрать ф равняется fs то есть чистоте резонанса а f2 равняется восемь с половиной fs то есть для разных динамиков частоты будут разные совершенно непонятно откуда выбрано вот это число это еще как-то можно понять в моем же случае модулирующую частоту я буду делать крайне медленной а частоту щупающую чувствительность динамика я хочу сделать побольше зачем мне так нужно потому что я хочу на осциллографе наблюдать как вот эта вот амплитуда будет падать при проходе пиков модуляции и для того чтобы мне вот эта сама модуляция не мешала она будет ловиться микрофоном я соберу фильтр и чтобы этот фильтр хорошо работал мне нужно чтобы эти частоты хорошо отличались благо я могу использовать в качестве модулирующей частоты очень низкую частоту вплоть скажем до 1 герца может даже еще и ниже синусоида низкой частоты модулирующая синусоида высокой частоты щупающие включаем усилитель смотрим на осциллограф на осциллографе я отметил стандартную амплитуду которую я хочу иметь этого пилотного сигнала и уменьшенную на 10 процентов то есть когда ширина вот этой дорожки станет равной ширине расстояние между этими двумя линиями то это значит что у меня интермодуляция 10 процентов и что я достиг той экскурсии которая вот предельная для этого динамика увеличиваем амплитуду модулирующую смотрим на экран сциллографа это у меня релешки в генераторе щелкают когда амплитуда сильно меняется вот сейчас я чуть-чуть амплитуду этого щупающего сигнала подрегулирую ну можно пожалуй еще чуть-чуть поднять модулирующую тистоту в смысле модулирующую амплитуду ну вот так вот посмотрим на динамик вот так вот это выглядит вживую ну что ж измерим для измерения амплитуды колебаний динамика я их смастерил вот такую приблуду представляется вот так и по касанию мы можем определить амплитуду вот я ничего не менял генератор настроен так же как раньше я представляю сюда и вот слышите касание вот ну вот так здесь я зануляю индикатор теперь выключаем модулирующую частоту вот получилось 1.23 мм ну вот я вернул настройки генератора давайте теперь проедемся по модулирующей частоте сейчас я буду ее поднимать так ставим частоту вот я ее регулирую смотрим что происходит на экране 22 герц изменений почти нет 25 герц модуляция почему-то исчезла 26 герц модуляция вернулась по-моему она стала несколько сильнее чем была если присмотреться видно что тут немножко разъезжается в толщину даже в районе узлов то есть это судя по всему микрофон уже начинает ловить этот звук это у нас 33 герца увеличиваем дальше вот это точно уже микрофон начинает ловить частоту модуляции видите здесь разъехалась это явный признак то есть частота модуляции определенно должна быть 25 герц и ниже с этим определились теперь давайте попробуем посканировать по частоте пробирующей по идее от нее вообще ничего не зависеть не должно давайте в этом убедимся ставлю и начинаю для начала вниз сходим так мне каждый раз тут АЧХ неровная поэтому каждый раз мне придется настраивать амплитуду это будет медленно сейчас амплитуду поправлю так интересно да я чуть-чуть изменил пробирующую частоту и у меня интермодуляция выросла несмотря на то что низкая частота сохранена давайте дальше по частоте ходить а вот тут опять мне маленькая интермодуляция ну тут более-менее все сохраняется давайте вот на этой посмотрим амплитуда отлично интермодуляция такая же как была раньше это 470 герц частота пробирования 15 герц частота модуляции ну вот уже амплитуда начинает стабильно падать потому что у меня начинает резать фильтр так уже конкретно ну давайте вот здесь еще посмотрим сейчас я амплитуду задеру а модуляции то нет интересно а здесь есть вот 330 герц нет модуляции 320 герц есть модуляция ну блин что с этим делать то 300 ровно герц почти идеально никакой модуляции хотя вон видите колеблется ладно дальше ну вот 270 герц почти вернулось давайте еще уменьшим ну тут уже слышно что что-то динамик там начинает дребезжать слегка ладно понятно все не очень давайте посмотрим что в высоких частотах может там получше будет а черт у меня этот реле иногда выбивает защиту усилителя перезагрузка это килогерц 100 в смысле 1 килогерц 100 герц увеличиваю блин сейчас я амплитуду задеру вы видите какой кошмар блин интермодуляция смотрите на 30% блин низкая частота той же амплитудой остается ну как это вообще да тут тоже бешеное это 1,9 килогерц дальше вверх что-то интермодуляция все больше и больше вот тут уже более-менее вернулось к тому значению которое мы видели на килогерце ну все равно немножко больше но уже не так вроде и ничего вот две частоты прямо рядышком 5600 5600 5700 интермодуляция отличается наверное раза в два блин тут какой-то кошмар просто это 6 килогерц это 6 килогерц боже мой о господи да нет когда я амплитуду снизил вроде все не так уж страшно но больше чем было на килогерц но больше чем было на килогерц все равно 6,9 килогерц это дальше увеличиваю ах ё-моё да уже примерно на 50% дальше о вот это уже на 50% 9,3 килогерца бешеный интермодуляция просто кошмар а вот смотрите 9,6 килогерц вроде не очень много интермодуляции давайте дальше о господи мне смотреть на это больно так это 16 килогерц у нас начинается завал ну немножко можно вытащить амплитуды почем 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 а тут интермодуляция не очень большая это 17,5 килогерц ну вообще уже завал пошел так конкретно сейчас 18,8 килогерц а амплитуду больше амплитуды больше ну интермодуляция кстати ну больше чем чем на одном килогерце была ну ну не намного ну не намного дальше идите в четверг дальше идите в четверг о господи вот посмотрите на это это 19,7 килогерц Ой, блин, у меня немножко камера В два раза модуляция Больше, чем в два раза модуляция Ну что, больше акклитуды? Больше веселья? Ну, 22 кГц Вроде так ничего, вполне Хм, интересно А вот эту частоту я как будто слышу 21,3 кГц А, все, тут уже так конкретно все валится 25 кГц Какой-то призвук из динамика, кстати, слышу, что интересно Скорее всего нету частоту, там просто какое-то искажение, видимо, есть О, господи, я уже забрал амплитуду 1,2 вольт пик-ту-пик, то есть примерно 0,6 вольт в амплитуде Это у меня уже усилитель перегружен Понятно тогда, откуда я что-то слышу Все, тест закончен После того, что я увидел, я считаю, что все-таки энсамб был прав Широкополосник это гадость Ну, давайте все-таки по нашему маленькому тоже быстренько пробежимся Посмотрим, что там происходит Так, для начала настроим искажение 10% Ну, сойдет Вот так вот это выглядит 1,48 Недурно Ну, давайте теперь по частотам быстро пробежимся 260 Герц Тут какая-то неведомая хрень творится Увеличиваю частоту Ну, частота 330 Неведомая хрень более-менее пропала Долбанный усилитель! Интермодуляции почти нет Частота 330 Давайте попробуем поменять частоту модуляции Вдруг это синхронизация с дисплеем осциллографа получается нечаянно Нет Не влияет Ну, вот сейчас я иду с нижних частот к килогерцу И пока интермодуляция стабильно меньше То есть, по-видимому Мотор линейен здесь То есть, можно разодрать модуляцию еще сильнее Чтобы правильно определить Предел экскурсии Так, а вот тут она неожиданно выросла 420 Герц 480 Герц 600 Герц Ну, ничего не уплыло Как я настраивал, так и сохранилось Может, чуть больше стало Незначительно Так, тут интермодуляция выросла Кило 300 Нормально Кило 500 Повышенная Кило 700 Тоже повышенная Кило 900 Тоже побольше Кило... Ой, 2 килогерца Много 2 100 Как на килогерц Приблизительно 2 600 Неожиданно малое 2 900 Большое Ой... 3 килогерца Кошмар В два раза 6,6 килогерц 9,1 килогерц 10,9 14 килогерц Модуляция Незначительно больше Чем на одном Килогерце Была 17 килогерц 18 килогерц 19 килогерц Долбаный усилитель На 19 килогерц Модуляция мощная 20 килогерц Жесткое падение Ну давайте Попробуем 24 килогерца Вытянуть Это на пределе усилителя уже Но вытянул Модуляция большая Вот я опять Настроил на килогерц Чтобы искажение Было 10% Теперь давайте Переместим микрофон И посмотрим Что будет Вот здесь Будет ли там Те же самые 10% Или нет Смотрим Так Амплитуда Естественно Чуть уплывала Ладно ее Поправить Ну кстати Вполне Сохраняется Мне нравится Это уже Радует Итак Я померил X-Max Этого динамика На нескольких Разных Комбинациях Частот На килогерц Которые Более-менее Не аномальные Получил 1.48 Миллиметров На трех килогерцах Где аномальная Высокая Интермодуляция Я получил 0.51 Миллиметр В три раза Меньше Черт возьми И на частоте 370 Герц Где Интермодуляция Аномально Маленькая Я получил 2.2 Миллиметра Давайте Выясним Что из них Ближе всего К правде Да Итак Измерил я Длину Обмотки Глубину Зазора Вычел Поделил Пополам Получил 1.35 1.35 1.48 Довольно-таки Неплохо Сходится То есть Если я Измеряю По интермодуляции На какой-нибудь Относительно Нормальной Частоте Которая Скажем так Ведет себя Подобно Многим Другим Частотам То я получаю Более-менее Правильный ответ Если я Попал на Аномальную Частоту Скажем На 3 КГц Где Интермодуляция По непонятным Мне причинам Оказалась Гигантской Я получаю Неправильный ответ Если я Попадаю Случайно На частоту Где Интермодуляция По каким-то Опять же Непонятным Мне причинам Оказалось Меньше Я получаю Опять Неправильный ответ С этим Динамиком Еще Было Все Ясно Потому что Он Довольно-таки Хорошо Себя Вел По разным Частотам А с Предыдущим С большим Динамиком Я не знаю Там Много Разных Частот Я не Понимаю Что Получается Я не Понимаю Какую Частоту Я должен Взять Чтобы Определить Икс Макс Если у вас Есть какие-то Мысли По этому Поводу Пишите Но Разбирать Тот Динамик У меня Не Получается Там Он Привинчен С обратной Страны Чтобы Разобрать Нужно Отклеивать Дивузор Я не хочу Этим Заниматься